Жители 281 многоквартирного дома справят новоселье к 2017 году. С таким результатом должна завершиться программа переселения граждан из аварийного жилья. Речь идет о домах, которые были признаны непригодными для проживания до 1 января 2012 года. Задачу выполняют поэтапно. Общий объем предусмотренных средств – более 2 миллиардов рублей. А на подходе – уже тысячи квадратных метров другого аварийного жилья. И продолжит ли фонд содействие реформированию ЖКХ помогать регионам финансами – пока не ясно. Сформирован реестр тех домов, которые признаны аварийными после 1 января 2012 года. Таких домов 106, общая площадь – почти 39 тысяч квадратных метров. Уважаемые главы муниципальных образований, пожалуйста, позаботьтесь, чтобы никакие ваши аварийные дома не прошли мимо этого реестра. Потому что потом это все будет проблематично, нам надо оценить все эти вещи. С реализацией программы 2013-2017 годов запаздывают. Пока на три месяца. Губернатор ставит задачу увеличить темпы. Задача номер один – надо войти в график программы в текущем году, чтобы никаких проблем с фондом ЖКХ у нас не возникло. Коллеги, вопрос не в отчетности даже, а вопрос в том, что когда мы выходим из графика, у нас все время возникают проблемы с финансированием. Фонд ЖКХ приостанавливает финансирование очередного этапа. Качество построенных домов – вот еще одна тема для обсуждения. Общественники даже придумали термин – новое аварийное жилье. В Лежневском районе в домах, которые осматривала комиссия общественной палаты, было выявлено отсутствие вентиляции приточного тяжного. И в домах уже образовалась плесень, и нам поступают в общественную палату жалобы граждан. Застройщик поясняет, верить жалобам граждан на слово тоже не всегда верно. Например, плесень в квартирах нового дома в Лежневском районе появилась исключительно по вине самих жильцов. Одни неправильно подключили стиральную машину и затопили пол. Другие содержат в квартире большое количество домашних животных. Варят для них много еды. Вытяжки не справляются. Вытяжки работают. Я лично ходил, я лично смотрел. А что жильцам приходится по три раза объяснять, как пользоваться теми или иными приборами. Однако этот случай скорее исключение. Недочетов в работе застройщика хватает. Чтобы качество не страдало, общественная палата предлагает сделать типовые проекты домов. Профильный департамент считает предложение неоправданным. Строят под определенные потребности определенного муниципалитета. Подгоняют под необходимый метраж. Учитывая то, о чем сказал Алексей Витальевич в своем докладе, необходимость предоставления жилых помещений, исходя из расселяемых площадей, мы обязательно столкнемся с дополнительными средствами на выкуп дополнительных площадей, что приведет, мы считаем, к необоснованному удорожанию и дополнительному излишнему финансированию. А тратиться есть на что. Например, на ремонт 13 домов, построенных недобросовестными фирмами «Варяг» и «Стройинвест-М». Это и есть то самое новое аварийное жилье. В скором времени за счет муниципалитетов будет проведена строительная экспертиза. Она и покажет масштабы бедствия.